ребят всем привет всем привет идем забирать автомобили итак друзья снова снова авторынок зеленый угол время уже часов нету время уже 5 часов вечера рынок закрывается в 5 часов все на замок охрана собаки и так далее а мы забираем очередной автомобиль это toyota aqua в рестайле автомобиль 2016 года автомобиль по кузову целый он не битый он не крашеный он не ржавый все детали целые родные все на месте ничего не крутилась не откручивалась не срывалась стоимость автомобиля 665 тысяч рублей посмотрите на лицо автомобиля туманки фары линзы далее значит по салончику сейчас немного расскажу бесключевой доступ повторители черный салон здесь комбинированные у нас ставки коврик виде комплектация модная далее 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 мы купили резину резина упакованы в пакета в пакеты два колеса лежит сзади два колеса лежит в багажнике как бы все четыре колеса залазят да вот оцените объем багажного отделения их можно сюда положить то есть поставить их стоило так раз два три четыре но тогда дверка у нас будут закрываться закрываться немного с трудом ладно дверь мы насиловать с вами не будем по низу автомобиль новая все можно сказать полтора литра гибрид сзади так называемая антенка акулий плавник что я хотел сказать мы столкнулись с покупкой резины до обратите внимание резина шипованная резина новая так вот друзья у нас ладно давайте наверное сядем машину поедем потихонечку в транспортную компанию ребят у нас шипованная резина да ой какой холод на улице прям дубак дубак он вот еще раз повторяю у нас сейчас а минус 10 я не знаю блин ветер дует сдувает как ну минус 35 минус 40 а то и больше и опять же что касается гибридов до автомобили едет он заводится он глохнет то есть проблем проблем нет тех кто боятся брать гибриду куда-то в сибирь я не знаю там в якутию еще куда-то ребята у нас тут мороз ну поверьте не меньше с учетом нашего климата с учетом нашего климата как мы располагаемся да вот не знаю видно вам отсюда не видно вон у нас море то есть наш город наш город с трех сторон он умывается морем поэтому поверьте дубак у нас конкретно зимой стоит а и так столкнулись значит еще пока едем в транспортную компанию смотрите сколько сколько правого руля уезжает от нас это только авторынок зелёный угол и здесь находится там по моему две транспортные компании то есть 1 автого стоял 2 овто стоит 3 of того стоит а вы представляете сколько сколько транспортных компаний находится у нас по городу то есть кто-то там вот звонки начали поступать мол рынок стоит продаж нету да где же стоит рынок где он стоит каждый день с рынка уезжает довольно много автомобилей то есть народ все люди все покупают и покупают правый руль сейчас будем ехать еще покажу автовозом и так значит столкнулись покупка резины большему покупать шипованную резину не будем ребят мы объездили полгорода пол города у нас шипы не актуальны то есть остался остались тогда и проехать остался какой-то хлам там распродажи там одни до дно два колеса ну блин поймали мы себе геморроя с покупкой резины у нас липучка у нас японская липучка дано бы уж на но а у не остаток идет так человек дай проехать а человек до проехать дай пока остаток там 95 98 процентов да это и вот еще раз повторяюсь это бушная резина на японская она едет она никуда никуда не денется ладно давайте вернемся к автомобилю по месту мы я думаю вы уже место оценили да в акве единственно что мне не нравится то вот вот это вот стойко стойко да я вот сейчас сел машина немного как бы ударился головой руль идет обычный пластмассовый посередине дудка дудить дудит полный мультируль проверка работает управление дисплеем печка температура вот таких два модных подстаканника с этой стороны и с этой стороны мы их наверное может сейчас потише сделаем мы можем использовать зимой у да сюда поставили поставили там я не знаю кофе она у нас будет греться либо летом включили кондиционер у нас работает как холодильник автомат машина в комплектации с подогревами сидений подогревы это редкость для аквы отключение антибукс эко режиме в гибрид полноценный гибрид сейчас сейчас поршневая группа на двигателе она не работает мы едем мы катимся на батарее натяге то есть идет реально огромная просто огромная экономия бензина центральная часть торпеда пластик сама центральная консоль сведена по середине на середину все ясно все удобно все доступно мультимедиа система климат-контроль ну и снизу снизу идет бардачок пробег на автомобиле пробег вот это настоящий реальный аукционный лист который бьется в статистике видите машина по кузову она вся целого 111 это все мелочи пробег 64 тысячи четыреста семьдесят три километра сейчас на доме 364 тысячи пятьсот двенадцать километров но почему больше потому что пока в японии машина в пор доехала пока я с владивостоков пор за владивостокского забрали до отогнали на зеленку плюс плюс сейчас мы ездили за резиной то есть тоже накатали там километров наверное не знаю может 10 может 15 на этом автомобиле по подвесочке вопросов нету да в принципе вообще вот вопросов да поэтому автомобилю нету цена адекватная очень хорошая цена за данный автомобиль и так наша транспортная компания не наша через которую мы отправляем погрузка автомобилей продолжается то есть погрузка идет полным ходом вот дядя тоже встал как месяц туда проехать ладно мы проедем поедем в объезд проедем автомобиль данный автомобиль идет а кстати это был поиск автомобиля это был автоподбор подбор автомобилем под ключ полностью с покупкой резины и так далее автомобиль едет в город челябинск вот ребят видите по камере заговорился по камере заговориться поехал поехал не туда а куда надо ладно камеру сюда так сделаем развернем смотрите машины до машины стоят помимо так давайте развернемся сейчас сначала аккуратно он видите машины стоят грядка стоит филдера стоят так все стоит помимо рынка есть так называемые отстойники да когда у продавцов автомобили на рынок не влезают они отгоняют их подстойник да я уже сказал на другие стоянки вот тоже вот это все автомобили с рынка они все продаются помимо вот это стоянки есть еще множество других стоянок ну как правило они все базируются где-то в районе зеленого угла вот только мы знаем раз два три только мы знаем 4 стоянки 4 астоника да поэтому машины есть машины покупают соответственно машины машины будут покупать мысль вылетела из головы забыл что сказал забыл что сказал в общем вот такой вот автомобиль toyota aqua 2016 год с пробегом 64000 кстати остаточная емкость батареи 90 90 процентов это состояние это состояние ближе к новой за 665 тысяч рублей друзья ну и следующий самый наверное на и популярнейший автомобиль которого который хотят приобрести все он постоянно пользуется спросом он постоянно у нас идут по таким автомобилям автоподборы это самый популярный минивэн которому в принципе наверное аналогов аналогов просто нету это honda freed есть honda freed есть honda freed спайк данный автомобиль это именно honda honda freed но кузов новый автомобиль 16 года таких автомобилей еще очень мало в плане потому что они новые до вести их вести их начали недавно сейчас остановимся остановимся по дороге в транспортную компанию так сейчас мы проедем здесь ямки осторожно проехали проехали остановимся я вам подробненько не подробненько да вкратце про данные автомобили я вам сейчас расскажу ну и пока едем до транспортной значит двигателя устанавливается полутора литровый l15 b 131 лошадиная сила автомобиль у нас на вариаторе многие узнаете там хочу автомат хочу автомат ребят да чего так пугайтесь вот этих вариаторов поймите раньше была механическая коробка передач да ну грубо говоря коробка там палка на палке и называют меня там машина на палке вот потом появились автоматы все начали пугаться этих автоматов ездят ездят вариатор бояться не надо просто правильная эксплуатация там правильная замена масла и вопросов по вариатору никаких не будет так давайте немного вернемся к фриду да к нашему едем подвесочка мягкая она вы знаете даже даже помягче чем чем в предыдущем я вот еду да но никак конечно в крауне а когда там как корабль плывет но тем не менее автомобиль не жесткий то есть едем как-то вот переваливаемся перекачиваемся нету такого знаете что там бум 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 и так далее ладно сейчас остановимся покажу ой на улице 6 как холодно прям выходить не хочется выходить не хочется но но придется выйти и так значит это фрид такой сероватым оттенком серый цвет автомобиль 2016 года он не битый то есть машина целая до присутствует небольшие нюансы по кузову по кузову но если честно если честно глобала никакого нету значит фарики идут у нас обычные они как бы разделены на две части до 1 2 3 он на летней резине он без литья туманок и туманки на нем не установлены стоимость автомобиля 870 тысяч рублей также у нас есть датчик при столкновении просто посмотрите на внешний вид автомобиля да то есть он все-таки изменился фрид и как бы полностью автомобиль изменился лобовое стекло стойки короче все-все-все все поменялось вплоть вплоть до салона значит боковые зеркала заднего вида у нас идут с повторительно бесключевой доступ электро двери ветровиков к сожалению на автомобиле нету но это можно установить и задняя часть автомобиля плюсик видите нарисован фрид плюс давайте посмотрим по низу состояние автомобиля по нижней части видите все целенько 4 воды автомобиль сзади у нас дополнительно стоп-сигнал антенка ну и соответственно идет тонировочка начнем с вами с багажного отделения сегодня краткий такой мини обзор сегодня вот эти автомобили которые мы вам показываем видео ну здесь у нас предусмотрен столик да такой не столик какие-то полочки они двухъярусные мы сможем их можем их трансформировать здесь у нас прячется ремкомплект удобство да в багажнике ну никакого нету кроме прикуривателя вот тут подстаканчик какой-то с этой стороны идет у нас все то же самое закрываю подсветка вот здесь встроенная в дверь значит второй ряд сиденья электро двери сиденья у нас идут диваном подлокотника здесь у нас нет три подголовника ну и снизу идет ковровое покрытие сиденье у нас ездят вперед-назад они раздельные так раз два давайте посмотрим сколько здесь место так сел автомобиль электро дверь закрыли вы знаете вот по месту я вам хочу сказать здесь побольше места чем в предыдущем кузове я в предыдущий кузов сажусь как-то вот как-то там не то было а здесь все то то есть место место много значит что что у нас здесь с вами есть давайте посмотрим это ручка раз ручка 2 японцы молодцы то есть ну придумали вот такие шторочки до тонировочка раз они штатные то есть они туда спрятались надо дома от солнышка закрыться раз повесили все от солнышка мы с вами спрятались то есть ну вот это сиденье она тоже ездит хотя его не буду выдвигать принципе чего выдвигать электростеклоподъемники стекло мы открываем шторку у нас как стояла на месте так и стоит закрываем слева стороны как видите все то же самое дверные карты пластик все ребята идет все везде в пластике подстаканник с этой стороны тоже подстаканник ну им у нас имеется проход данный первый ряд сидений мы можем туда пройти ну я думаю этим этим никто не пользуется так давайте наверное переместимся куда мы переместимся на место водителя мы переместимся с вами я вот камеру на себя направил как бы примерно да вот многие просят стой возле машины чтоб понимает да какая там по высоте вообще там по габаритам и так далее но вот ребят примерно вот вот так вот это же многие просят мол направляя на себя камеру когда садишься в автомобиль вот пожалуйста вот я к машине подошел сажусь раз-два все сел с первого раза что так окошко закрываем водительский электро стеклоподъемник автоматически остальные не авто что мы здесь с вами имеем что мы здесь с вами видим начинаем с пассажира спинка регулируется подлокотник у нас документы на автомобиль кстати автомобиль с настоящим аукционным листом который бьется по статистике там у нас фальшвейер дверная карта пластик ну и множество небольших бардачков здесь тоже что-то типа это вот так это можно сделать допустим телефон туда положить там подстаканник вас по светочки две дуечки две дуечки airbag аварийка верхний бардачок вот верхнем бардачке как бы вам показать вот такого плана штучки тут такие есть не знаю для чего не нужно ладно это как бы это как бы не столь важно далее так наверно надо развернуться да потому что солнце светит в камеру боюсь там будет вам отсвечивать все сейчас мы с вами развернемся смотрите поехали до начали движение вот видите сейчас все ну как бы она пропадает да там движение показывает q вот движение заднего хода мы видим какую сторону у нас с вами повернуты колеса то есть ну тоже очень удобно так сдаем назад сдаем назад в принципе я думаю все на солнце светить не будет как вы видите камера заднего вида на автомобиле установлена при включении задней передачи у нас идет пим-пим-пим-пим-пим-пим прндс управление климат-контролем подогрев зеркал подогрев дворников подогрев сидений в двух режимах то есть можно побольше да можно поменьше забор воздуха из салона включение кондиционера отключение печки регулировка направления потока воздуха ну и регулировка температуры смотрите я вот включил сейчас на максимум даем на максимум у меня здесь загорела все красненьким делаю меньше горит синий свет здесь у нас кнопочка режим эко то есть нажимаем ее вот она сейчас выключена нажал ее вот здесь у нас на табло загорелась выключил я ее отключение системы ай стоп то есть опять же вот сейчас я нажимаю всю систему у нас это отключилась далее у нас идет с вами полный мультируль то есть это управление магнитолой работает работает дальше значит идет управление меню вот она тоже управление меню вот здесь кстати показано то что батареечка скоро сядет здесь у нас температура за бортом минус 12 градусов остаток километража на который мы сможем с вами преодолеть 95 километров ну и одометра пробег на автомобиле 93000 тахометр как вы видите электронный спидометр тоже электронный стрелка бензобака тоже идет электронная и кнопка старт-стоп она вот такого плана на красненькая машину выключили машину выключили она у нас потухла вот здесь загорелся знак honda сейчас машину заводим завели далее но этот trip и управляем трипами подсветочка с этой стороны значит у нас идет подогрев лобового стекла там подогрев дворника был отключение датчика при столкновении отключения датчика движения по полосе корректор фар напоминаю когда стоит на нолике фары светят фары светят вдаль если мы сделаем с вами допустим на троечку до фарики они опустятся будут светить как бы под машину но мы допустим всегда ездим на минимуме до чтобы они светили вдали открывание капота открывание бензобака пойдемте посмотрим на сердце автомобиля на двигатель полуторалитровый где 130 130 131 лошадиная сила 90 тысяч двигатель как часики родное лобовое стекло резину бы сюда еще вне ринге едет автомобиль так ну что с этим автомобилем будем заканчивать кстати вот такого плана идет ключик ключик но видим батареечка под села то есть ключа можно открыть двери до отсюда пооткрываем видите раз 2 все работает закрываем холодно сквозняк все с этим автомобилем закончили давайте возьмем немного цен toyota sp14 год такой фиолетовый насыщенный цвет полтора литра аукцион 4 балла кнопка старт-стоп 575 тысяч рублей honda fit l комплектация шестнадцатый год 1 и 3g пайка джимняя резина зимняя резина 639 тысяч рублей honda grace ребят полноценный гибрид пятнадцатый год полтора литра 74 рубля я думаю 740 тысяч она стоит honda fritz pipe десятый год стоил автомобиль пятьсот сорок пять тысяч сейчас цена указана пятьсот двадцать пять тысяч рублей еще один спайк dualis цены нету спайк понятно honda fit shuttle цены цены нет toyota филдер ну ладно сегодня у нас не обзор цен был да сегодня показали какие какие машины мы забираем еще один стоит toyota sp1 полтора литра или комплектация зимняя резина спойлер шестьсот пятнадцать тысяч рублей subaru hustler hustler еще один стоит рактис рактис вот стоит дайхатсу high jet high jet цена у него 319 тысяч рублей мы на этом с вами видео будем заканчивать вот мы пришли сюда будем проверять этот автомобиль сегодня все всем пока всем пока